Кто ты? Паша бицепс! Чего ты хочешь? Выше хитрый! Когда ты хочешь? Прямо сейчас! Берите, не промахнитесь! Игровой ноутбук HP Omen на базе 4-ядерного процессора Intel Core i7 по акции «Рассрочка 0%» всего за 5 тысяч 10 рублей в месяц. Медиамаркт. Давай-давай, сердцем выбирай! А у нее банки побольше твои будут, а? Мы вместе уже почти год. Конечно, ребята повзрослели и как дотеры. В принципе, мы многому друг у друга учимся. Многие вещи уже делаем на автомате, то есть мы как единое целое работаем в доте. Что касается именно личностных качеств, мне кажется, что тоже, в принципе, мы все изменились, стали более лояльны друг к другу во всех ситуациях, в принципе. Рамзику 18 стукнуло, да. Теперь с ним можно даже на автопате ходить будет, не придется его оставлять в отеле. В этот раз мы решили съездить без вторых половинок наших, потому что как-то так получилось, что чисто по статистике турниры, на которых мы были с женами, девушками, подругами, получались неудачными. Я, конечно, не вижу никакой прямой связи здесь, потому что, в принципе, это индивидуальное дело каждому по-разному. То есть мне очень помогает, когда моя жена рядом на турнирах. Но тут как бы как у всех, так и у меня. То есть мы решили, что никого не берем. На буткемпе, конечно же, тоже никого нет. Мы сами тренируемся, тренировочный процесс. Мы бы отвлекались. Все максимально продуктивно настроено на работу, улучшение игры. Мы не видимся по месяцам с женами. Большинство команд поехало в Америку тренироваться заранее. У нас не так много врагов. Но все равно, то есть мы находим часов по 6 в день, мы точно играем как команда. И отдельно, индивидуально часа по 4. В принципе, такой же буткемп, как и все другие. Ничего особенного не происходит. И на интернешнале так повелось, что многое меняется, когда начинается групповый этап. Меняется мета, в принципе, меняются герои. Команда показывает свои какие-то наработки, наигровки. И, в принципе, подготовиться к этому почти нереально. Ты можешь просто что-то наладить в своей игре, что мы, собственно, и делаем в каждой буткемпе. Мы думали, да, мы, в принципе, могли провести буткемп в любой стране, где нам бы это понадобилось. Мы рассматривали и Китай. Думаю, что там очень много сильных команд, и, в принципе, буткемп точно был бы продуктивным с точки зрения игры в доту. И Америку мы рассматривали, чтобы заранее пережить акклиматизацию и тоже потренироваться. Ну, вот решили остаться в Москве, потому что подумали, что такой самый стабильный регион точно будет с кем играть. Знаем, как бы, климат, знаем, что здесь делать. Решили остаться дома. Сейчас мы стараемся уже приблизить наш режим к американскому, к тому, который будет в Сиэтле, это минус 10. Играем, тренируемся до утра, то есть обычно часов до 6-7-8. И просыпаемся тоже уже после обеда, часов 3-4. Если в самолете получится хорошо поспать, то, мне кажется, будет режим максимально приближен к сиэтловскому. Мы смотрели вместе футбол, включили на PlayStation, на телеке на большом смотрели, болели за ребят. Очень радовались, когда на ШПЛИ 4-2, да, по-моему, счет был. Вот не ожидали такого перформанса от Снакса. Он вообще бешеный был. Паша тоже хорошо сыграл. Ожидали большего немножко от бразильцев. Думали, что они же все-таки там дружат с Неймаром кто-то. И вообще мы думали, что они там серьезные очень фрейра. Ну, вышла равная игра, и было интересно посмотреть, поболеть за ребят. Конечно же, для нас очень важна ваша поддержка. Это очень важный турнир, я долго к этому шел. Ребята тоже понимают как бы всю ответственность, что мы представляем не просто наш регион. СНГ, в принципе, как бы у нас огромная армия болельщиков. Мы очень постараемся превзойти все ожидания даже. Будем биться тут только за победу. Стараться я очень хочу поддержать Егис. Болейте за нас, пишите свои пожелания, комментарии. Мы будем многое смотреть в перерывах, читать, заряжаться вашими эмоциями. Болейте за нас. Кто ты, Паша Бицепс? Чего ты хочешь? Вы же хитрый! Когда ты хочешь? Прямо сейчас! Все, чтобы играть и выигрывать. Например, игровая мышь Razer. Всего за 4990 рублей. Медиамаркт. Давай-давай, сердцем выбирай! А у нее банки побольше твои будут, а? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!